Все зашли? Вау! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Душу мою полагаю за овец Выражая сим, что он идет на страдания не по принуждению, а добровольно Когда взяли его, он сказал Если меня ищите, то оставьте сих Пусть идут, чтобы исполнилось Слово, что никто из них не погиб Иоанн 18.8 17.12 И при том тогда, когда иудеи пришли на него Хуже, чем волки на овец Ибо пришли, сказано, с мечами и колями, чтобы взять его Лука 22.52 По долгам здесь можно разуметь и мысленного врага, которого Писание называет и львом И скорпионом, и змеем Говорится, что он похищает отцу, когда пожирает кого-нибудь через худое дело Разгоняет, когда посредством злых помыслов смущает душу Справедливо можно назвать его и вором, который открадывает через лукавые помыслы Убивая через соглашение с ними, погубляя через дело Иногда прирожается к кому-нибудь помысл злобный Это будет воровство Если человек согласится с лукавым внушением, тогда можно сказать, что дьявол убивает его Когда же человек на деле совершит злот, тогда он погибнет Может быть, это значит, слова вор приходят только для того, чтобы украсть, убить и погубить Господь делает совсем иначе, чем этот вор Он делает божественную жизнь, освящает и помыслы наши добрыми внушениями И тела добрыми делами Дает им нечто преизбыточествующее Именно то, что мы можем приносить и другим пользу посредством дара учительского А также и Царство Небесное, как бы придавая нам некоторую лишнюю награду Он подлинно добрый пастырь, а не наемник, как и начальники иудейские Которые не заботятся о народе и имеют в виду только то, чтобы получить с него плату Ибо они искали не пользу народу, а себе прибыли от народа С тринадцатого по шестнадцатый стихи Я есен пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь Толкование И отсюда ты можешь узнать различия между пастырем и наемником Наемник не знает овец, что происходит от того, что он не надзирает за ними постоянно Ибо если он постоянно смотрел, то знал бы их А пастырь, каков Господь знает своих овец, потому и печется об них И они опять знают его, потому что пользуются его надзором и по привычке узнают своего покровителя Прежде он узнает нас, а потом уже мы его И не иначе, можно познать Бога, как бы их познанными от него 1 Коринфянам 13, 12 Ибо он прежде усвоился нам плотью, став человек, а потом уже мы усвоились ему, получив дар обожения Желая показать, что неуверовшие недостойны быть познанными от Бога и несут овцы его Он сказал, я знаю моих, и мои знают меня Как написано, познал Господь своих, 2 Тимофея 2, 19 Часто повторяет, я жизнь мою полагаю завет для того, чтобы показать, что он не обманщик Ибо выражение, я свет, я жизнь, для немысленных казалось надменными Но слова, я хочу умереть, не заключают никакого самохваления А напротив выражает великое попечение, так как он хочет предать себя за людей, которые бросали в него камни Есть у меня другие овцы, это говорит об язычниках Они не того двора, который под законом, ибо язычники не ограждаются законом И тех надлежит мне привесть, ибо это в рассеянии, и эти в рассеянии, и те не имеют пастырей И благоразумные, способнейшие к вере в зудеев были без пастырей И следовательно, тем более язычники Не надлежит собрать язычников иудеев Слово «надлежит» здесь означает не принуждение, а то, что непременно последует И будет одно стадо, и один пастырь Во Христе Иисусе нет ни иудея, ни язычника, Галатра 3.28, и никакого различия И у Бога у всех один образ, одна печать крещения, один пастырь, Слово Божие и Бог Пусть усредятся манихи, отвергающие Ветхий Завет, и услышат, что одно стадо, и один пастырь Ибо один и тот же Бог Ветхого и Нового Завета Аминь Господу нашему славу веки Ну, все знают, что наши братья и сестры находятся, потеряются сегодня там богослужение И на это богослужение присутствует, должно присутствует наверняка наш футбополит Сергий Ну, кто видит в отца, наверное, видели фотографию Надежды Замухи, как она фотографировала всех новоприщенных Четырнадцать человек, крестьян Так что, да, поприцает их Господь на этом пути, который полный Всяких испытаний, искушений, чтобы мои души дошли до вечного, уважаемой жизни И одаревшие преграды, которые будут встречаться в этой жизни зимой О варящих, помните всегда, у него жилая, у него еще находится отделение реабилитации, в райовой больнице Еще эта неделя она была там, ну, там, через две недели они обычно выписывают при любом состоянии То есть, есть улучшения, нет улучшения, все равно, но Так что, брату, тоже, дай бог терпения и силы, чтобы помогать своей супруге Маленько, хоть получше стало, нет? Ну, есть положительная динамика, но такая, достаточно слабая, пока Так что, молитесь усердно Прогреть никак там нельзя? Ну, вот уже перевели в другое отделение, она же была в отделении меры хирургии Сколько там можно было держать ее в отделении, в интенсивной палате Держали, потом перевели Так, ну и еще болящая наша Нианила Нианила, Александра Михайловна, там чурок Она позвонила вчера уже в срочи, и в ночь ее увезли в горбольницу с отравлением Ну, инфекционной дели нету Вот, видимо, вот так, но что Еле говорила, совсем, не знаю, ну вот моду просила привезти, и что повезет Людмила Степановна позвонила, тоже что-то у нее ухудшение наступило У нас же дома? Дома, да Ну, она давно уже была Уже недельку дома А ухудшение, у нее простуды или что? Ну, все стоят, вообще полностью себя чувствуют Сказала, не смогу прийти Девочка, твои где? Мама поездки? Да, мама сегодня возвращается Мама возвращается? Угу А, братья, братка, сестры? Плохо себя чувствует, поэтому мы не смогли приехать Угу Потому что все уже давно Помоги, Господи Помоги, Господи 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 Все равно проклопить, да И мы молимся Спокойтесь Ну, ты тоже Ну, когда? Ну, сегодня Нечего Нечего? Потому что надо было хранить, Господи Сохрани меня Всех И счастья, бед Так Живова Петровна Кто-то знает, или что? Ну, она, как всегда, у них Да, конечно Валентина, барышниковая нету Звонила она Звонила? Ну, я разговаривала с ней Она так-то ничего Нормально себя чувствует Вообще Она хотела прийти Ну, у нее те же проблемы с сестрой Ну, теперь, слава Богу, молчит Надя ей посоветовала тоже, чтобы Молчи Ты-то молчи Она любит Сама где-то что-то подправить То все это Ну, конечно, она беспокоится за сестру Хочется ей, чтобы она как-то это Ну Я говорю, нам-то только молиться, да молиться Все молимся И так, ты ж просишь, мы молимся Антонина Сергеевна, это она Ну, кто-то приглядит Там есть Ростеньки Да, она у дочери Она у дочери Да, она прям у дочери Так что там Еще раз вспомнила Это Тамару Нашу Тамару я видела на Докучаево Да Кстати, я вот дня два назад Я там была, за фильтром ходила Бодрая Бежит Смотрю Я догнала ее Остановила Ну Она домой побежала Она обрадовалась Ну, она пока жарко Плохо ему, что к нам Не может она сейчас приходить Далеко А куда ходить? Никуда не ходить Ну, я ее не понимаю Ни бумаги, ничего не было Дело в том, что сестра-то у нее Она в какую-то секту ходит Она, видимо, ее все время сбивала Не знаю Она же по Кровске еще находила Ну, она что-то говорила, говорила мне Я-то не понимаю Ну, хорошо, она, значит, не у сестры живет Ну, она так бодро бежала, как обычно Значит, дома она Она на рынке, видать, была И что-то мне показалось, показало, что к нам далеко ей ездить Далеко очень Ну, по-моему, по-моему, по-моему Понятно Еще кого не вспомнили Подожди Сейчас Всех вспомнили Ну Гроботов нет Понятно Сегодня Станислав Юрьевич отправляется Где-то в десять или в одиннадцать Они, может быть, будут продолжать Ну, уже с утра прощаются Некогда Все они, конечно Конечно Маргарита звонила Она На даче Живет Трудно ей, конечно, приехать И неважно себя чувствовать Ну, вообще-то жара Ну, вообще-то жара, конечно Жара не здесь Жара будет, да В другом месте Знаете, жару надо благодарить Господа Благодарить и не лопить нисколько даже Никакого возраста Тем не менее Людям появится Давление высоко На мой счет У меня тоже помиралась Да Имеющие уши слышали, да слышали Угу Кому еще вспомнили? Брат, ты там был Потерянки Расскажи свое впечатление Что ты не увидел Расскажи нам Ну, поделись Ну, как Нечего рассказать Ничего интересного не было Ну, было, блин На костре был Был? Не был Нет, уехали А на крещение ты же был? Да, было на крещение Ну, вот на крещение Расскажи Кто был Откуда Сколько человек Ну, откуда Я не знаю, сколько человек Человек в 16-18 лет Крещение принимали Ну, как всегда Были на совете Да, на совете На совете не было Это был пятница А мы были в субботу Утром Приехали Ну, на фотографии Я насчитал 14-15 лет Может быть не полученный Или 15-16 Такое Двое детей еще Дети еще двое Ну, да В общем Двое детей Двое детей были, да Одного я увидел Там еще один был Вот Может быть не зафотали они Ты что, Диана скажешь? Да, расскажи, Диана Ну, вот в конце службы Вы не сможете Субботник Приехали из Ставрополя Люди Они на машине По переменке Из Ставрополя Да, сами Сюда приехали Хотели на крещение попасть Но что там Где то заблудились В общем Поехали туда-то И До Кортчино доехали И Обратно поехали Ну, в общем, приехали только к вечеру. Ну, они приезжали к Игнатию Тихоновичу, там мы очень рады. Там, я так понимаю, они в интернет-общине, потому что они со всеми там здоровались, со всеми обнимались. Ну, приехали, вроде как на неделю хотят, но там посмотрят. Пока они на крещение приезжали или просто как бы? Ну, они хотели посмотреть, но я поняла так, что они не принимать крещение хотели приехать. Именно вот к Игнатию Тихоновичу. Я-то думала, что они не успели, но нет. Успели принять крещение? Готовы? Они еще не готовы, они только хотели увидеть, как их события. Ну, и в Севере он батюшку, батюшка его обкупнул там в конце. Кого? Ну, не в Севере, просто, да. Покупался там. Ну, детей, по-моему, не было, которые принимают крещение. Братьев было очень много, все высокие. Там, в Трафизну, если заходишь, сестер поменьше, так, стол свободный. А братьев там даже места не хватало. Да, то есть приходилось ждать, ну, вот Володя Паченко. Ну, ты радостный, радостный. Благовестники. Ну, вот Володя Паченко даже ему не хватило места вот, сесть его на обед покушать. Ну, все, как сказать... Единотушные, радостные. Да, без конфликта все хорошо прошло, да. Слава Богу. Слава Богу. Молодцы, что вы поехали, съездили. Мы добирались с Константин, ну, вот по пути ехали с Константин, Надежда и Ксения. Вот они тоже, но они там остались, еще на костер, я так понимаю. Вот. Ну, наверное, все сегодня приедут обратно вернуться. Прости, Христос. Еще какое-то слово? Сразу вспоминаете, как крестились они тоже. Да. Как волнительно все было. Мне всякий раз, когда я присутствовал на крещении, всякий раз хотелось тоже вместе со всеми. Но, увы, уже прошло время. Прошло время. Крещение было принято однажды. Второй раз не принято. А мы потом, следующая партия крестится, на следующий год. А мы только не покрестились, ушли. А мы... Верик. У вас меньше, кстати. Ну, хоть поэтому. Временной промежуток меньше после крещения, чем у меня. А я крещен был. Ага. А я на следующий год после вас. Я не крестился. Я крещен был в детстве, потеряете. Я был крещен в детстве еще. В Рубцовске. В советское время. Понятно. Так что это... Так что это... Ну, был... У меня крестный был, который видел, мало ли, однократно пересказывал, как это было, это событие совершалось. Что именно полное погружение было. И крестный говорил, что... Ой, он закрепнулся, закрепнулся. Так что это пересказывать неоднократно. Ну, поскольку были свидетели, то повторное крещение не возможно было принять. А вот мама принимала крещение. У меня есть фотографии в воде. А она в каком году? У нас даже не помню. Нет, в девяносто первом. У меня в девяносто втором. Нет, ну, она спрашивает про маму. Так она позже? Да. Или раньше? К сожалению. Ну, если она не с вами, не со мной, значит, позже. Ну, наверное. Ирина просит слово. У нас так мало. Сегодня и времени прошло мало. Я думаю, этот шанс можно использовать. Господь души нашей магнит. К себе он тянет и манит. К нему стремись на зов скорей, Чтоб не остаться у дверей. Пока стучат наши сердца. Есть время, чтоб найти Творца. Ты этот шанс не упусти, Чтоб душу вечную спасти. Ввысь ведет дорога в небеса, Где встретим Господа Христа. Лишь на него я уповаю. Я спасенье умоляю, Все спасенье умоляю, Прибудь со мной, спаситель мой, И навсегда возьми с собой В туманной дымке голубой, Игривый плещется прибой, Ласкает тело ветерок, И это все дает нам Бог. Хвала Творцу на небесах, Что он живет у нас в сердцах. Следы небесной красоты В себе найти обязан ты. Ввысь ведет дорога в небеса, Где встретим Господа Христа, Лишь на него я уповаю. Я спасенье умоляю, Прибудь со мной, спаситель мой, И навсегда возьми с собой Корабль наш, церковь на земле, Доставит нас Господь к тебе. Радуюсь, ведет дорога в небеса, Радуюсь, что встретим Господа Христа, Радуюсь, любя, радуюсь, хваля, Радуюсь, радуюсь, радуюсь вдаль. Пусть улетит моя душа, Где жизнь с Иисусом хороша. Радуюсь, радуюсь, радуюсь спеша, Радостью наполнена вся моя душа, Радуюсь всегда, радость или беда, Радуюсь, радуюсь, радуюсь. Радуюсь, радуюсь всегда, Пусть идут года, радуюсь, радуюсь, радуюсь. Радуюсь. Всех новокрещенных с праздником, С крещением святым. Еще можно расскажу секундочку прям. Были мы с Полей на апостолов Петра и Павла На Южном. В этом году у них там концерта не было. Батюшка Вадим, кстати, проповедь очень хорошую Говорил. Подготовил, под бумажки читал. Ну хорошо все сказал, потому что в те годы не было. В этом было. Я потом подошла, спросила. Я говорю, у вас нет концерта сегодня? Он говорит, нет. Я говорю, благословите, я спою. Он говорит, да вы что? Я говорю, а что будете петь? Я говорю, православные песни христианские. Я говорю, сама сочиняю. Он говорит, ну ладно, давайте тогда. И как раз им пока готовили, там всегда им трапеза, Всех угощают, очень вкусно готовят. Слава Богу. А батюшкам почему-то еще не готово было. И как раз мы концерт организовали. Там увидела брат, он все время по всем храмам поет, тоже с хором. А тут он один был. В такой русской народной. Как у нас некоторые есть. Косоворотка. Под поясок, кстати. Вот. И он, я его сначала попросила. Он первый спел. Ну он там про черемуху там. Потом я спела две песни свои. Тоже про много религий, где выбрать нужно одну и второе. Одеяние апостола. Вот спела. Ну и он потом еще решил, еще одну песню спел. Но потом подходило столько народу. Вообще. Мы так удивлены. В православии такие песни мы не слышали. Благодарили. Батюшка поблагодарил, меня еще раз благословил. В общем, хорошо так сходили. Слава Богу. Радостно. Слава Христу Аллилуйя. Слава Христу Аллилуйя. Ну, и мы профили. Да. Завершаем. Сейчас же допомним. Кто брал вот такие? Побнимательные. Иголки. Ну, проверить сначала надо. Не смертельно, но будет неожиданно. Да. Хорошо, что наши уши понимают. Не в этом сейчас было. Не в этом сейчас было. Застойно есть всякого истину. Благодарить Тетя Богородицу. Присноблаженную и премнепорочную. И Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувин. И славнейшую без сравнения Серафим. Без искрения Бога слава родшую. Сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия наплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое встань и останови делающих зло. Просвети правителей страны наши, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Тебя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно. Пусть покажутся в неближении своими и проповедуют смело и на славном об Иисусе Христе. Господи, праведные суды Твои достались за то, что оставили Тебя и Слово Твое, излеченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое Бог и Его. Дух Святой, да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия. Алва, Отче! Господи! Научи нас семикратно в день прославлять Тебя за славы и правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая и Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Хотел сказать, сейчас скажу это слово, забудь. Жена у меня постоянно смотрит передачи, которые посвящены событиям, известным на Украине, политические обозреватели. Я редко бываю на этом зрелище, но вчера получилось так, что я посмотрел. Политический обозреватель, военный политический обозреватель, он говорит о том, что ситуация очень сложная, архи сложная. Вся Прибалтика, Румыния, там и Болгария, там все подвинутся, объединяются против России. Ситуация с Китаем, пока мы с ними как бы в дружбе. Но Китай может поставить одновременно двести тысяч под ружьем. Двести миллионов даже. Там ужасная какая-то цифра. Мы, учителя, у них есть ядерное оружие, которое подбирается ядерным оружием. Так что ситуация крайне сложная. Они готовы столкнуть нас, если получится, значит, смести нашего президента и произвести здесь переворот в нашей стране, на что сейчас направлено внутри все эти своды навести. А потом с Китаем конфликт. Так что молиться нужно непременно. Благодарить Бога за то, что наш Господь еще нас хранит и сохраняет нас в мире. Да, мы участвуем в войне, но здесь, где-то там еще пока, вдалеке, хотя уже приходит груз... Как он называется? Груз двести. Груз двести. Груз двести. Моя теперь новая... Как называется? Родственница. Это моей снохи, сестры-муж там в событиях находится. И она ездила отсюда из Барнаула вместе со своей подругой, не подругой, не там подругой, не там, будучи там, когда они встречались со своими мужьями. И вот буквально неделю назад вызвали ее на опознание. Так что вот, ну, близко, горячо уже, молимся, не пристану. Аминь. Да сохранит еще Господь нашу страну, каждого из нас в мире. Аминь.